TFP-сообщество или группа, где модель может найти фотографа, а фотограф-модель для своего портфолио вышла на новый уровень. Публикации из сообществ в соцсетях переместились в выставочный зал. Теперь каждый желающий может увидеть результаты любителей и профессионалов на выставке современной фотографии. Основная идея нашей выставки – показать, что челябинские фотографы видят мир по-другому. Что челябинск неиндустриальный, что челябинск неплохой, и тут не все хмурые и такие, знаете, там, грустные. Челябинск удивительный. Челябинск космический, прекрасно развит в плане фотографии. Идей безграничное множество, то есть, ну, не сказать, что эти идеи нужны даже всегда. То есть, снять девушку в цветах, например, не так сложно на фоне ковра. Ведь мы занимались еще во времена СССР, когда эти ковры появились на стены. То есть, вот тут примерно то же самое. Вопрос в том, чтобы снять это красиво и необычно, чтобы это привлекало. А вот вопрос, как, это уже для каждого свое. Да я вообще люблю исключительно художественные фотографии, вымышленные вещи, может, даже где-то мультяшные какие-то такие. То есть, все несерьезное и не связанное с обычной человеческой жизнью. Потому что обычной человеческой жизни не и так хватает, а тут хочется что-то творческого. Одна из ее черств, она очень разноплановая при общей какой-то концепции, идее, но что все авторы очень яркие и разнообразные. Почти две тысячи фотографий были вынесены на суд организаторам, которые, в свою очередь, отбирали самые достойные. Вообще страшно называть цифру, но около 1700 работ. Из всех работ мы, я и мое терпение выбрали порядка 70 работ, самых лучших, самых интересных, на мой взгляд, которые мне бы хотелось показать всем. Это, как правило, работа, которая вызывает эмоции. Отправил четыре, приняли четыре. Это очень сложное, конечно, решение выбирать, но всегда помогает выбрать самые уникальные, самые яркие работы. Красная лента, восторженные отзывы гостей и гордость за свои работы. Так прошел этот день для всех любителей жанра фотографии. На две недели Союз художников России принял эту выставку и знакомил с ней всех жителей нашего города.